Добрый день, дорогие друзья! Вы на Айтон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман и сегодня со мной в студии Алекс Векслер, политолог и журналист Михаил Горин. Добрый день, друзья! Добрый день! Несколько недель назад в Рамле произошло страшное убийство. Несколько подростков застрелили мужчину, звали его Жорж Саадо, еврей, который вечером выгуливал собаку, никому, как говорится, не приставал, но трое подростков, как казалось потом арабских, хладнокровно убили его, просто пристрелили. Как такое может быть в еврейском государстве? Почему общество никак не реагирует фактически на убийство еврея в своем государстве? Как вы считаете, Алекс? Ну, скажем так, они пристрелили не только этого господина, они пристрелили его собаку. Ну, по крайней мере, если они так плохо относятся к евреям, но к собаке, к животному, причем даже прицельным выстрелом в голову. Ничего странного не происходит, потому что антиизраильские явления набирают силы среди арабского населения в стране, и не только в треугольнике на севере, даже в центре страны. Что такое Рамле, что такое Лот? Это штаммы, что есть в центре страны, 15 минут до Тель-Авива. Есть районы, куда не заходит полиция, и это уже давно. И даже всевозможные заявления, так сказать, и премьер-министра, и министра внутренней безопасности о том, что больше денег вкладывается, больше полицейских находится в этом районе. Результаты, с которыми мы сталкиваемся, говорят об обратном. Может быть, туда действительно заходит на 2-3 больше человека, но может быть, они заходят именно в те часы дня, когда можно заходить. То, что касается арабского и бедуинского населения в стране, то уже на протяжении, пожалуй, десятилетий есть целые районы в Негеве, куда не заезжают полицейские машины, где разъезжают все без прав, где машина ездит без теста, который нужно делать время от времени. Более того, есть даже случаи, когда на кое-какие аэродромы государства Израиль, где стоят наши F-15, F-16, которые теоретически являются ведущей силой нашего государства в борьбе со всем террором мира, туда сопровождают, так сказать, колоннами машин, сопровождают летчикам, которые едут для ночных полетов. Потому что если летчик едет сам по себе, его могут заброшать камнями, его могут, так сказать, целые колонны машин, может его заставить съехать с дороги, так сказать, или еще что-то. Это в нашей еврейской стране в 2011-2012 году. Конечно, с этим можно бороться. И нужно бороться. Если мы люди, которые хотим жить в той стране, если наша страна хочет иметь право на жизнь, право на будущее, в стране должен быть порядок. Я не говорю, надо убивать, нужно преследовать, нужно арестовывать. Но тех людей, которые хладнокровно говорят, что они ненавидят наше государство, и не палестинские арабы, и израильские арабы, и израильская молодежь, ведь эти все ребята учатся, так сказать, в школах, правда на арабском языке, но в израильском секторе, должно быть решительное, серьезное изменение всего. Начиная от системы образования, кончая систему устрашения. Скажем так, заключенные не должны кушать коттедж 9-процентный, который не кушает наши дети, и даже 5-процентный тоже. Потому что в рационе, в тюрем, все это наблюдается. Я не знаю, куда смотрит наше государство. Это относится, так сказать, к руководству, к его премьер-министру и к другим, которые в какой-то надежде живут в каком-то, так сказать, утопическом обществе, что все само рассосется, все само пройдет. Ничего не пройдет, ничего не рассосется. Арабская весна, арабские революции, которые бушуют вокруг нас, привели к тому, к обострению ситуации среди арабских граждан Израиля. И со всем тем, что происходит сегодня, я, например, вижу, что с этой стороны может быть только ухудшение. Поэтому, если не будут приняты очень жесткие меры, потому что я родился в мусульманской стране, я знаю, что если ты хочешь порядок, так сказать, так ты должен держать в сильной ежовой рукавице тех, которые не хотят этого порядка. Поэтому я не знаю, в какой тупик мы зайдем в ближайшее время, если на улицах наших центральных городов в Гуждане убивают людей, которые прогуливают своих собак. Михаил, а может быть рассосется? Может и рассосется вопрос, доживем ли мы до этого минуты. Окей. Не будем ли мы, условно говоря, в кавычках, выгуливать перед этим собаку. Понимаете, какое дело? Волкодава желательно. Да, да я боюсь, что не поможет, против пушки не попрет. Понимаете, какое дело? Я, когда увидел эту информацию тоже, я внимательно залез, потом посмотрел немножко глубже и увидел, как следствие квалифицировало случившееся. То есть, какое им объявление, обвинение предъявлено. Обвинение одним предъявлено в непредумышленном убийстве, а тому, кто стрелял, в предумышленном убийстве. Но это не теракт, не как теракт. Хотя в обвинении, во всяком случае, фигурирует то, что при этом они сопровождали вот свои оскорбления, нападения, они сопровождали криками, что это месть за газу, за ракетные обстрелы, смерть евреям и так далее. Еще раз говорю, это написано в обвинении. Мы еще не знаем, утвердит ли это суд. Но тем не менее, даже при наличии вот этого, этих пунктов, это все равно квалифицировано как убийство, а не как теракт. Я подчеркиваю, это важный момент лично для меня. Почему? Вот если вернуться к недавним событиям в Тулузе, когда местный отморозок расстрелял сначала военных, французских, а потом устроил расстрел в еврейской школе. Прошу прощения. Смотрите, что произошло сразу после этого. Туда приехал президент, французский. Выступали психологи, аналитики, политики. Местные муфтии рассказывали о том, какой ислам на самом деле добрый. Потом они, взявшись за руки с соровинами, устроили марш в Париже. То есть это было... Миша, министр иностранных дел Франции сопровождал самолет в Израиль. А я вспомню, до этого, не помню там сколько это было, лет 20 назад, когда Митеран был у власти, и произошли антисемитские акции. Вышли на улицу французы, и это шествие пешком возглавил Франсуа Митеран. У нас вот то преступление, о котором мы говорим, заняло два абзаца в криминальной хронике. И все. Ну как все? У нас в это время премьер-министр встречался с Геланом Шалитом. Да может быть в этот день или на самом деле это было. Понимаешь, в чем дело? Меня-то навело на такие размышления, которые, может быть, не имеют прямого отношения к этому событию. Но тем не менее, вот как раз когда обсуждали Тулузскую бойню, мой коллега, так сказать, рассуждая, сделал такой пассаж логический, что вот, мол, вот французские евреи, то есть евреи, живущие во Франции, вот они не чувствуют этого мусульманского накала, ощущения этой беды исламской. А вот если бы они чувствовали, может они уехали бы в Израиль и были бы благополучными. И поселились бы в Лоде или в Рамле. Я вот говорю, а какое мы морально имеем право приглашать людей в Израиль, говорить, приезжайте здесь всем евреям безопаснее, если, на мой взгляд, Израиль это самое опасное место для евреев. Это именно то место, куда летят ракеты для того, чтобы убить евреев, и ничего не происходит. Это то место, где может какой-то комитет сопротивления, я не знаю, какой чего, как он называется, взять миллион евреев в заложники и решать, когда будут учиться еврейские дети, в какой день. Это, как показывает это событие, может убить любого еврея только потому, что он еврей, попавшись под руку каким-то там, может быть, обкуренным, я не знаю, людям. Вот это все у меня может быть какая-то мешанина. Но ты понимаешь, она такая вот достаточно логически выстраиваемая. Алекс, у меня к вам вопрос. Я хочу оттолкнуться от вашей фразы о том, что нужно ужесточить, нужно въезжевые рукавицы и так далее. Вы знаете, ну где-то более 10 лет назад в городе Лоди проходили неожиданные выборы мэра города. Я участвовал в одной из команд претендентов на этот пост. И я запомнил, что более 10 лет говорили слово в слово то, что вы говорите сейчас. Вы знаете, у меня ощущение, что еще через 10 лет будут говорить то же самое. Если доживем, так сказал Миша, я об этом не сказал, сказал Миша. И в данной ситуации, я немножко знаю Миша, он как раз был не мой оппонент, а, так сказать, вон Оганс у нас соглашался, потому что, как видно, ситуация такая. Вы знаете, о чем можно говорить в данной ситуации? У нас сейчас самое правое правительство, которое когда-либо было в истории. Я думаю, что наш глава правительства, который был блестящим офицером спецназа, и наш министр обороны, который был руководителем спецназа, который действовал, сейчас я могу сказать, не только в Бейруте и в Тунисе, но и в ряде других городах, странах, куда более отдаленных, чем Тунис, который сам по себе далеко или Бейрут, должны принять к сведению вопрос о том, что нужно что-то делать. Потому что, если не Биби Натаньяу, если не Барак, которого я не совсем люблю, но я вам могу сказать, что решение господина Барака по поводу освобождения от граждан этого города, этого дома в Хевроне, привело к тому, что впервые за последние месяцы, по его внутренним опросам, это я получаю из его секретных источников, по его внутренним опросам, господин Барак и его партия Ацмаут впервые достигли процентной нормы, после того, как он выселил еврейских жителей. И он не взял эти, не дай бог, голоса у Ликуда или у Индии, или других вариантов, из других партий. Они должны понять, что происходит. Он взял их слева. Ну, конечно, он взял их слева. Значит, шаг был им оправдан. И Биби Натаньяу, министр обороны, для которого нет более близкого человека, премьер-министр, нет более близкого человека, чем министр обороны, пошел вместе с ним на этот шаг против своих министров, которые пребывали с там Мизудом, против своих депутатов Кнеста, которые ехали туда выражать согласие. Так, вы меня извините. Алис, это немножко другая опера. Это другая опера, но это говорит о том, что если с тем правительством, которое мы имеем сегодня, во главе с Биби Натаньяу, происходит то, что происходит, любой другой, который придет, так сказать, на смену, если это вообще возможно на сегодняшний день, уже не о чем говорить. Мы дошли, мы уже попали в тупик. Мы попали в ситуации, с которой я, откровенно говоря, уже почти не вижу выхода. Миша, а может быть ежовые рукавицы просто не на те руки одеты? Вот ты знаешь, упаси меня, Бог, все равно все лично меня, не знаю как вас, от ежовых рукавиц. Как в прямом смысле этого слова, в смысле от ежова, так и в переносном. И вот возвращаясь к тому, что сказал Алекс, потому что это стыкуется с этим вопросом, вот когда было выселение из Хеврона, все время раздавались крики, куда смотрит премьер-министр, вот почему он ними решает. Ты знаешь, для меня это счастье, что он не вмешался. Он не император, не царь, он только премьер-министр. И все. Он не может по любому поводу вмешаться и вопреки закону или законодательной процедуре, или даже сложившейся процедуре, сказать, нет, он будет по-моему, а вот в этот раз я решу так, а в этот я решу так. Может быть нам даже понравится, как он решит в этот раз. Но мы же не застрахованы, что в следующий раз он решит так, как нам не нравится. Так в том-то и дело, он не решает в доме Хеврона, он не решает в Рамле, он не решает в Лоде. Я к чему это веду? Я не случайно сказал, что во Франции это вызвало общественное возмущение, а у нас вот этот случай убийства в Рамле прошел незамеченным. Дело не в главе правительства, дело в людях. Если на следующий день Рамле, хотя бы еврейская его часть, не вышла на демонстрацию, не вышла с протестом, не заставила туда приехать министра внутренней безопасности, который до сих пор обещает навести порядок в городе и так далее. И до него обещали. У меня как раз претензии не лично к Орановичу, он как раз многое делает. И до него обещали. Вот в чем проблема. Дело не в одном человеке, который может сегодня решить в твою пользу или в другую пользу. Дело в людях. А у меня возникает вопрос, как ты думаешь, почему они не вышли? Они не вышли, потому что они знают, что это все равно ни к чему не может привести. А может быть они не вышли из-за боязни того, что тех, которые выйдет против этого, арабские граждане Рамле будут фотографировать и потом будут расправляться или бить, так сказать, по вечерам и по ночам. Ты знаешь, я приведу тебе простой ответ. Еще стародавь не берет. Всех не перевешиваешь. Это когда выходит 50 человек, их можно сфотографировать и им отомстить. А когда выходит 300 тысяч человек, им не отомстить. Это невозможно. Но видишь, они не вышли. И заканчивая наш разговор в качестве Рюзиме, возможно, хочу сказать о том, что я помню, как во время той упомянутой мне уже предвыборной кампании, незадолго до нее, власти Министерства внутренней безопасности решила навести порядок в городе Лоди, в арабских так называемых кварталах, куда, как вы сказали, боится заехать даже израильская полиция. Пытались сносить незаконно построенные, возведенные постройки. Наркопристройки. Наркопристройки, совершенно верно. Так вот, именно тогда арабское население, и Лода, и Рамля, как один, вышли на демонстрации. И туда приехал таки. Вы знаете кто? Господин Шимон Перес. С тем, чтобы умиротворить всю эту ситуацию и отказаться от того, чтобы сносить эти наркопостройки. Вот такой мы живем в стране странной. Вот такой у нас разбор полетов. Спасибо, что были с нами. До свидания.